Народные гуляния, концерты, спортивные состязания. Ну и, конечно, самая яркая примета Первомая – демонстрации, на которые выходят представители профсоюзов, трудовых коллективов, политических партий. Самое массовое шествие, конечно же, в Москве, на Красной площади. Настоящее море людей на Васильевском спуске. И это даже несмотря на не очень приветливую погоду. Репортаж Олега Шишкина. Похоже, даже плохая погода не испортила сегодня настроение москвичам. Первомайское шествие на Красной площади сбрало были 120 тысяч человек. От громогласного украшения, казалось, дрожал даже воздух. Шествие профсоюзов на Красной площади началось под бой кремлевских курантов. Ровно в 10 утра. Колонны, украшенные разноцветными шарами и флагами, двинулись от Васильевского спуска к историческому музею. Врачи и учителя, студенты, строители и работники сферы транспорта и ЖКХ. Политических плакатов мало. Первомай остается прежде всего праздником весны и труда. А самый популярный лозунг – это, конечно, мир, труд, май. У нас настроение замечательное, как в молодости, в глубокой молодости. Как мы жили, когда в Ленинграде, мы ленинградские блокадники. Мы всегда там ходили на все демонстрации. И вот до сих пор в этом возрасте все ходим теперь тут, в Москве. Настроение очень праздничное. Вот смотрите, все тут просто такие яркие. Несмотря на погоду вообще. Смотри, здесь все поколения. Просто тут и детки маленькие шли, да, и пожилые люди. Все-все. Первомайское шествие на Красной площади проходит уже второй год подряд. В прошлом году оно состоялось впервые после почти 25-летнего перерыва. Но, судя по всему, традиция никуда не ушла. О первомайских демонстрациях многие говорят с ностальгией. Радостно. Вот музыка звучит. Ностальгия. По нашей юности, по первому мая, которое было тогда. Очень рада, что возвращается эта традиция, пройтись по Красной площади. Раньше всегда часто очень ходили от заводов, от предприятий. И сейчас очень предоставляется опять такая возможность вернуться к этому. Мы очень довольны, счастливы. Ура! Первого мая! Ура! Колонны поднимаются на Красную площадь со стороны набережной и выходят на Манежную, к Тверской. По традиции в шествии участвует и мэр столицы Сергей Собянин. Хочу всех поздравить с первомайскими праздниками, с праздником весны, труда. С каждым годом старая добрая традиция приходить первого мая на демонстрацию набирает обороты. Вот сегодня, несмотря на ненастную погоду, здесь собралось более 100 тысяч человек. Хорошая традиция, то, что мы начали приходить на Красную площадь, это еще один стимул прийти, прийти вместе, пообщаться с друзьями, пройти по Красной площади. Москва в своей истории пережила много разных проблем, много разных кризисов, но всегда выходила еще крепче, еще краше. Так будет и в этот раз. Всех с праздником! За шествием на гостевых трибунах наблюдали почти 5 тысяч ветеранов войны и труда. В преддверии празднования 70-летия Победы к ним, конечно, особое внимание. Шествия на Красной площади по традиции дают старт празднику в столице. Мероприятия, посвященные 1 маю, пройдут во всех московских парках, скверах, на центральных улицах и площадях. Олег Шишкин, Александр Аненков, Сергей Золотавин, Олег Никифоров, Алексей Кочетков, Первый канал. 1 мая, 2-й год подряд под российскими триколорами отмечают в Крыму. Это Симферополь, свыше 23 тысяч демонстрантов. Колонну, которая движется по центральным улицам, приветствуют горожане. В республике весна в разгаре, у многих в руках живые цветы и веточки сирени. Главный лозунг – процветание в единстве. Для крымчан эта фраза имеет особый смысл, ведь совсем недавно жители полуострова отметили годовщину воссоединения с Россией. Участники колонны пронесли по улице огромный государственный флаг. Наш общий праздник, мы все рады. Прекрасная погода, чудесное настроение, мы все вместе, это здорово. Мне кажется, вообще весь город вышел сегодня на праздник. Мы вместе с Россией, постоянные лозунги, только об этом и говорят. Замечательный праздник, и это радует, что все объединились, и у всех есть замечательное, хорошее майское настроение. Чуть ранее отмечать начали в Сибири, в Екатеринбурге. Гидроколонны составили самые крупные отраслевые профсоюзы, металлургов и работников образования. Они прошли по центру города под лозунгом «достойный труд», «законность», «зарплата», «занятость». К шествию примкнули студенты, ветераны, горожане с цветами и шариками. После шествия был митинг. 25 тысяч человек на нем к трудящимся присоединились политические движения. Это уже кадры из Красноярска. Там, несмотря на погодные условия, а был сильный ветер, вышло немало людей. Демонстраций было сразу три. Ну а первыми в России праздник весны и труда начали встречать жители Дальнего Востока. К слову, Приморью с погодой повезло больше. По залитому солнцем мосту через бухту Золотой Рог прошло многотысячное шествие. Это местная традиция. Открывали демонстрацию впервые курсанты президентского кадетского училища. А это уже Хабаровск. Колонны выдвинулись с Комсомольской площади, прошли по главным улицам города, а завершилось всем масштабным концертом. И еще к празднику приурочили открытие сезона фонтанов. Праздник весны и труда отмечают сегодня и в Донбассе. В Луганске в эти минуты стартует митинг, после которого начнется шествие под самым актуальным для украинского Юго-Востока лозунгом «За мир». А до этого рано утром в центре города провели ретропарад. Раритетные автомобили выкатили на центральную площадь. К слову, к акции присоединились российские байкеры. В столице Второй провозглашенной республики Донецке сегодня впервые с начала силовой операции в Донбассе возобновила работу детская железная дорога. Еще открыли сезон фонтанов и запустили аттракционы в парках. Сейчас там проходит праздничная демонстрация, а после запланирован концерт. А вот в Киеве первомайская демонстрация не обошлась без происшествий. Милиция задержала провокаторов, которые пытались прорваться к участникам акции, проходящей возле музея Великой Отечественной войны. Как сообщает Интерфакс, в автозаке отправили десяток молодых людей в балаклавах за потасовку. Изначально митинг устраивался активистами коммунистической партии Украины, над которой по-прежнему висит угроза стать запрещенной. Поддержать сторонников КПУ пришли и киевские ветераны. Сейчас на территории мемориального комплекса более 800 человек. Люди продолжают подтягиваться. Они приходят с разными требованиями. От установления мира в Донбассе до моратория на рост тарифов ЖКХ. Буквально сегодня горячая вода и отопление для населения подорожали почти на 72%. И вот, как сообщает наш корреспондент, работающий на месте, сотрудников правоохранительных органов в три раза больше, чем в митингующих. И еще новость, за которой с повышенным вниманием следили в Киеве. Только к ночи стал известен итог судебного заседания в Вене, которое длилось 12 часов. Решался вопрос об экстрадиции из Австрии в США на одного из пяти крупнейших украинских олигархов Дмитрия Фирташа. Его обвиняют в попытке дать взятку чиновнику, что примечательно не американскому, а индийскому. Минюсту Соединенных Штатов отказали. Аргументы созвучны с версией самого Фирташа о том, что дело сфабриковано. Судья заявила, что новый запрос о выдаче, уже второй, так же, как и предыдущий, совпадает с обострением политической обстановки на Украине. При этом просьбы к американской стороне предоставить конкретные доказательства, протоколы допроса свидетелей, почему-то выполнено не было. В итоге олигарха выпустили под астрономический залог 125 миллионов евро. Это крупнейшая в истории Австрии сумма. Но прокурор сразу предупредил, что обжалует постановление. В Непале установлена связь с тремя россиянами, о судьбе которых ничего не было известно с прошлой субботы, когда в стране произошло разрушительное землетрясение. Как выяснилось, после удара стихии они укрылись в высокогорном буддийском монастыре. Но дозвониться до гида получилось лишь минувшим вечером. Все целы, но обратный путь блокирован камнепадом. И сейчас наши дипломаты пытаются организовать для них эвакуацию с помощью вертолета. В Челябинске всем городом взялись обустраивать народную аллею славы. Для участия в акции нужно просто принести фотографию родственника, воевавшего Великую Отечественную. А такие есть фактически в каждой семье. Снимки оцифровывают, реставрируют и выставляют на специальном стенде, который челябинцы уже окрестили новой социальной сетью. Оказалось, вспоминая погибших родных, можно отыскать и ныне здравствующих. Репортаж Сергея Суцкина. Вот это мой муж. 20 лет как умер. Фотографии мужа и отца Валентины Ивановны среди тысяч других снимков теперь есть на Челябинской аллее памяти. Ее самые близкие люди прошли всю войну, и этот стенд стал местом, где семья может еще раз вспомнить о героических предках. Внуки приезжают, дочки приезжают. Ну как же, деда, а вот мой папа, он им прадед. Гордятся этим. Здесь собраны фотографии ветеранов войны и тыла, всех тех, кто добывал победу и не дожил до наших дней. Акция начиналась с обращения к челябинским школьникам. Их попросили принести снимки воевавших членов семьи. Когда взрослые узнали, что изображение планируется разместить на центральных улицах города, акция приобрела масштаб, на который организаторы и не рассчитывали. Теперь здесь почти 100 тысяч фотографий. Челябинцы их приносят в специально открытые пункты сканирования. 30 таких точек работают ежедневно и во всех нескончаемые очереди. Хочется, чтобы всех ветеранов помнили, включаемого дедушку. Чтобы все наши будущие дети знали, что воевали родственники. Принимают снимки любого качества. Очень часто приносят карточки из военного билета размером 3 на 4 сантиметра. Они порой единственные, что сохранилось в семье от предков. Дизайнеры бережно восстанавливают даже самые обветшалые фотографии. Их приходится увеличивать, увеличивать качество. Также по поводу цветокоррекции. Очень много синих, желтых фотографий. Все это вытягивается, приводится примерно к такому, ближе к черно-белому варианту, с небольшим оттеночком. Организаторы акции особенно гордятся тем, что собранные фотографии не из государственных, а из личных архивов. За каждой стоит история конкретной семьи. Эти плакаты уже превращаются в своеобразную социальную сеть, где люди находят свою родню, о которой до этого даже не знали. Александра Гурьянова хотела разместить фотографию двоюродного дяди, но с удивлением обнаружила, что его снимок на аллее уже есть. Управляли вот эту фотографию. Смотрим на сайте вот это. Мы подумали, что кто-то еще. Еще, значит, у кого-то есть такая фотография. И что это родственники наши. Мы разволновались, конечно. Гурьяновы теперь рассчитывают встретиться с неизвестными родственниками на аллее 9 мая, когда здесь пройдет поминальная служба. Народная аллея памяти простоит в Челябинске до конца мая. Потом все отпечатанные стенды, а их около 500, сдадут в областной краеведческий музей. Уже через 5 лет, к 75-летию победы, организаторы акции рассчитывают вернуть фотографии на улицы города. Сергей Цузкин, Максим Трубников, Елена Каркина, Андрей Ткач. Уральское бюро Первого канала. Челябинск. Спуститься в метро, чтобы услышать любимого артиста. Столичная подземка заговорила голосами знаменитостей. Они объявляют название станции, правила поведения в вагонах, просят быть вежливыми и внимательными другим. Ну и желают пассажирам хорошего дня. Специально к своему 80-летию метрополитен возродил уже знакомую горожанам акцию. В ней участвуют артисты, режиссеры, попы-рок-звезды и телеведущие. Осторожно! Двери закрываются. Следующая станция... Московское метро – это пассажиры, это сотрудники, это все мы. А все мы – это ритм Москвы. Желаю вам всегда оставаться в ритме столицы. Ваш Валерий Сюткин. Уважаемые пассажиры, я ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева поздравляю вас с 80-летием московского метрополитена и желаю вам счастливого пути. Впервые подобную акцию провели в прошлом году, но тогда голоса артистов звучали лишь на одной ветке – сокольнической. В этот раз на всех. Субтитры создавал DimaTorzok